здравствуйте уважаемые наши зрители в эфире программа в центре внимания и сейчас осенью когда начинается школьная студенческая пора конечно же все мы говорим о детях о подростках о молодом поколении хорошо если у них все благополучно а если нет тогда в дело вступают сразу несколько служб они работают в большой комиссии сегодня гость нашей студии кувайская тамара геннадьевна главный специалист по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних здравствуйте здравствуйте екатерина давайте чтобы нашим телезрителям было удобно и понятно наслушать расскажем что же такое комиссия кто входит в ее состав комиссии во-первых создается органами местного самоуправления и осуществляет свои деятельности на территории муниципальных образований комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав является постоянно действующим межведомственным коллегиальным органам входящим в систему профилактики безнадзорности и правом нарушения несовершеннолетних комиссии по делам несовершеннолетних имеет структуру это председатель комиссии учитывая важность значения комиссии ее возглавляет глава муниципального района алексей александрович веселов у него три заместителя это три заместителя председателя комиссии ответственный секретарь комиссии и члена комиссии согласно 120 федерального закона об основах системы профилактики безнадзорности и правом нарушений определен перечень учреждений и организации входящих в систему профилактики и именно представители этих органов и учреждений являются членами комиссии это и представители полиции органов опеки и попечительства центр семья органов образования дом молодежных организаций центра занятости населения больницы уголовные исполнительные наказания ну и другие мы понимаем что при таком комплексном подходе и задач тоже много это ранее выявление и профилактика социального поведения несовершеннолетних это также ранее выявление семей находящихся в стально опасном положении и непосредственно проведение самих заседаний комиссий которые проходят как правило не реже двух раз в месяц и в год у нас получается могло 26 заседаний геннадий вот вы говорите что орган постоянно действующие основе что есть такое понятие банк данных неблагополучных семей расскажите пожалуйста что это такое в районе существует муниципальный банк данных неблагополучных семей но к неблагополучным семьям на данный день мы относим это семьи находящиеся в трудно жизненной ситуации и семьи находящиеся в социально опасном положении неблагополучная семья характеризуется низким социальным статусом в разных сферах жизнедеятельности и поэтому она не справляется с возложенными на нее функциями отсюда название неблагополучное количество семей таких в течение последних лет незначительно но стабильно снижается что свидетельствует об определенных результатах совместной деятельности органов и учреждений системы профилактики района так в шестнадцатом году у нас было 48 семей таких а в 2019 году 45 стал то есть незначительные снижения также немаловажную роль играет реабилитационный потенциал самой семьи то есть семья имеющие внутренние ресурсы она как правило сама справляется своими проблемами но если у семьи отсутствуют такие ресурсы то на помощь им приходят социальные службы то что мы сейчас перечисляли она же не из воздуха берется у всего есть причины по сергиевскому району вот по вашим личным наблюдениям какие причины чаще всего приводит к не благополучию семей основными причинами неблагополучие семьи можно отнести это злоупотребление спиртными напитками родителей полное отстранение от воспитания и содержание детей своих также антисанитарное состояние жилого помещения где проживают дети нежелание работать самих родителей ну и педагогическая несостоятельность тоже в последнее время стать можно отнести к неблагополучию что же комиссия может сделать вот для того чтобы ситуацию как-то изменить какие меры принимаются вами профилактический мир воздействия на родителей со стороны комиссии это во-первых рассмотрение на заседаниях комиссии где оказывается как моральные так материальные наказания в отношении родителей выносится также посещение семей на дому по месту жительства это помещение детей в социальные реабилитационные центры и последняя главная как бы вот строгая мера наказания это лишение родительских прав или ограничений в родительских правах восемнадцатом году было 15 родителей лишены родительских прав за текущий период этого года 8 родителей основными причинами лишения является это не исполнение или самоустранение от родительских обязанностей и алкоголизм родителей и как вот профилактическую меру воздействия на родителей комиссия использует мотивацию родителя на лечение от алкогольной зависимости нарколог сергиевской районы и больницы является членом комиссии по делам несовершеннолетних и по направлению комиссии он оказывает бесплатное лечение от алкогольной зависимости в год у нас где-то происходит 45 человек проходит лечение вот ну и где-то 5-6 человек проходят платное лечение от алкогольной зависимости также в состав А в комиссии по делам несовершеннолетних входит и представитель Центра занятости населения, который оказывает содействие в трудоустройстве или обучении безработных родителей. То есть прямо на заседаниях комиссии вы являетесь такой родителем, и ему по ходу представляют, какие есть вакансии и что для этого нужно ему. Подход действительно всесторонний. В том числе вы несколько раз упоминали полицию. Я правильно понимаю, до сих пор используются меры постановки подростка на учет? Если да, то какое количество молодых людей у нас на этом учете в полиции находится сейчас? Да, конечно. Подростки, совершившие правонарушение преступления, они подлежат учету в полиции. На сегодняшний день на учете у нас стоит 34 несовершеннолетних, что составляет 0,37% от общего детского населения. Возраст детей условно поделим до 14 лет, это где-то 28%, с 14 до 16 лет 47%, и 16-17 летний 25%. Основные причины постановки на учет – это львиной доли составляют кражи чужого имущества. Далее идет совершение общественно опасных деяний, мелкое хулиганство, побои, употребление спиртных напитков, ну и как бы все. В 2018 году несовершеннолетним было совершено 13 преступлений. Если в сравнении с предыдущими годами взять, то в 2016 году их было 21, в 2017 – 10. За первые полугодия 2019 года было совершено 6 преступлений, что остается на уровне прошлого года. То есть в какой семье чаще всего происходят вот такие проблемы? Проводится ли какая-то аналитика? Да, аналитика эта проводится. И в последние годы отмечено, что социальный статус неблагополучного ребенка изменился. Если раньше проблемы возникали в основном у детей, пьющих родителей и родителей наркоманов, то теперь все более тревожных сигналов поступает из семей, которые, на первый взгляд, внешне благополучные. Общение несовершеннолетних уходит в социальные сети, где подростки встречают понимающих, но не всегда адекватных людей. Это может привести к самым печальным последствиям. Все мы слышали омбопидемии, в кавычках, да, скажем так, суицидов среди несовершеннолетних. Года два назад у всех на слуху было смертная группа «Синей киты». К сожалению, в 2019 году в Самарской области наметилась негативная тенденция по увеличению количества суицидов среди несовершеннолетних. Так, за 8 месяцев 2019 года зафиксировано 16 случаев суицида подростков и 24 случаев попытки суицида. Причинами самоубийств являются наличие личностных проблем, замкнутость несовершеннолетних, романтические отношения. Большинство подростков характеризовались положительно, как добросовестные, ответственные, рассудительные, неконфликтные люди. В употреблении алкогольных, наркотических, токсических и психотропных веществ они не были замечены. То есть мы видим, что действительно внешне благополучный ребенок, но у него не справляются со своими проблемами и приходят к печальным результатам. Но есть у нас еще и те проступки, которые можно поправить. Это преступления, правонарушения. Что чаще всего заставляет подростков идти на такие шаги? Есть ли какая-то аналитика? Да, но также она комиссия была прианализирована причиной совершения несовершеннолетними преступлений. Как уже я сказала, что большую долю преступлений составляет это кража чужого имущества. Имеется большой соблазн у детей иметь современные гаджеты, телефоны, скажем, да, что толкает детей на совершение кражи их. Но родители не все могут позволить себе купить последнюю модель этих гаджетов. Но ребенку, как мы понимаем, это очень хочется, взять неоткуда, поэтому он идет на совершение кражи. Также есть термин у подростков совершить что-либо на слабое. В том числе и кражи из магазинов. Это тоже все слышали. Иногда для того, чтобы подростков приняли в компанию, ему необходимо доказать, что он их парень. А для этого нужно совершить какой-либо поступок, а вернее проступок. Как, например, совершить кражу из супермаркета, шоколадку, жвачку, ну или еще что-то, мелочевку какую-то. Хотя это он может позволить себе купить за деньги. Деньги у него в кармане есть, родители дают на карманные расходы, но тем не менее он идет на это. Также свободное времяпровождение. Родители не всегда контролируют занятость детей в силу своей занятости на работу или нежелание халатного отношения к окружению ребенка. Также родителям не хватает педагогических знаний по общению с ребенком, особенно в подростковом возрасте. Обращаться за помощью к специалистам они не желают. Ну и семейное неблагополучие, а социальный образ жизни родителей. К сожалению, за всем этим идет не просто возможность того, что его пожурят ребенка, но и реальное наказание. Во-первых, это профилактические беседы. Также это рассмотрение на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних. Постановка на профилактический учет в полицию. Более жесткой мерой наказания является направление Пантрюска в ЦВИНП в Самару. Это центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. То есть это идет как бы... Но это не тюрьма у меня какая-то... Это изоляция подростков от общества. Обычно до 30 суток. В 2018 году у нас один подросток находился в центре временного содержания. В 2019 году также один подросток был на исправлении. Кроме того, еще подростков за более серьезные нарушения неоднократные направляют в спецшколу закрытого типа. Это своего рода тюрьма для несовершеннолетних. Летом 2019 года решением Сергеевского районного суда один несовершеннолетний был направлен в актерскую спецшколу закрытого типа. Где находятся по настоящее время. Еще один термин хотелось бы сегодня обсудить. Он очень мне нравится. Теплом во всяком случае веет и заботой. Практика, наставничество. В том числе и по ней работает комиссия по делам несовершеннолетних Сергеевского района. Расшифруйте, пожалуйста, что же это такое. Еще в марте 2019 года на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Министерства просвещения России рассматривался вопрос о введении института наставничества общественных воспитателей, скажем так. У нас в районе есть практика шефства над несовершеннолетними. Есть яркие примеры, когда тренеры спортивных секций брали шефство над несовершеннолетними. Это не за зарплату делаете? Нет, это абсолютно бесплатно. То есть под душевному порыву, проще говоря, человек ощущает, что может? Что у него есть желание помочь этому ребенку и есть силы, возможности помогать. Он помогает. То есть они берут шефство над трудными детьми, вовлекая их в спорт. В результате по-антреске, кто был задействован, окончили школу успешно, не совершили необдуманных проступок и не были поставлены на учет в полицию. Также один из фермеров, житель нашего района, взял на порог семью, помог ей справиться с трудной жизненной ситуацией. А это значит, что семья приобрела статус благополучной семьи и, что самое важное, ребенок остался жить в родной семье со своими родителями. Ну, действительно, огромный пласт работы. Ну, Геннадий, я сейчас хочу, чтобы, наверное, наши телезрители услышали наш финальный вопрос. И будет он о такой интересной теме, как комендантский час. Вот расскажите, пожалуйста, действует ли он сейчас или мера эта уже отменилась? И что же такое комендантский час? Советы давайте дадим нашим родителям сейчас в первую очередь, чтобы они тоже могли контролировать своих детей и подростков прямо по букве закона. Комиссия была проведена на анализ и было выявлено, что правонарушение преступлений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних совершаются в вечернее и ночное время. И поэтому в целях защиты и сохранения здоровья и жизни детей на территории Самарской области был введен комендантский час для несовершеннолетних до 16 лет, который ограничивает нахождение детей без сопровождения взрослых в общественных местах. Обращаю внимание, уважаемые родители, что с апреля по акциям действует так называемое летнее время, и ребенок может находиться на улице до 23.00 с ноября по март до 22.00 часов. Еще хочется обратить внимание родителей на общение ребенка в социальных сетях. Необходимо ограничить время его виртуального общения. Больше внимания уделять нужно общению с своим ребенком, искренне интересоваться его делами, успехами, проблемами, быть другом своему ребенку. И чтобы ответы на свои вопросы он искал не в социальных сетях, а у своих родителей. Спасибо большое, Тамара Геннадьевна. Вот так сегодня мы поговорили о самых важных, самых сложных, самых нужных вопросах, которые касаются наших с вами детей. Надеемся, что информация была полезной, и она не зря попала в центр внимания. Спасибо большое, до свидания, до встречи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok